Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Эли Кравцов, тренер практик интернет-торговли. Меня в последнее время очень часто спрашивают, что происходит. eBay решил ввести новую платежную систему. Кто-то говорит, что вместо PayPal, на самом деле, вместе с PayPal. Что это нам даст, хорошо ли нам это или плохо, давайте разберем. Во-первых, это еще не скоро. Только в 2020 году это докатится до Европы. Да, компания Adyen из Нидерландов достаточно неплохая компания. Возможно, будут некоторые какие-то дополнительные опции, что-то интересное нам это даст. Но пока то, что написано на их сайте, не говорит о том, что, например, потребители продавцам на eBay из России, Украины и каких-то других стран от этого будет лучше, потому что проценты очень похожи до сих пор на то, что дает PayPal. Только в одной из опций, там, по-моему, с визой, есть варианты немножко ниже получить платеж. С другой стороны, понятно, в таких странах, как Украина, Казахстан, где PayPal не работает полностью, это, в общем, радует, потому что есть возможность, что там это начнет как-то работать. Да, дай бог. Но пока что, скажем так, до 2020 года все равно это не дойдет ни до Украины, ни до России, ни до Казахстана. До этого времени, может быть, PayPal уже начнет работать как надо. Или, может быть, еще что-то произойдет. В общем, мой ответ на вопрос, хорошо это или плохо, нам это пока никак. Вот просто никак. Почему? Потому что мы будем сидеть тихонечко, затаившись, и смотреть, как в Америке это начнет происходить, пока они вводят это только в Штатах. И начиная с 2020 года это будут вводить в Европе, мы тоже это посмотрим. И пока это доберется до нас, мы уже увидим, что хорошего, что плохого, надо ли нам это использовать или не надо. В любом случае, скажу вам так, не паникуйте. Есть люди, которые начали, а-а-а, что-то произойдет, ничего не произойдет. Пока ничего ни хорошего, ни плохого в этом не происходит. Мы подождем, посмотрим. Нам интересно, что из этого выйдет. А я готов отвечать на ваши следующие вопросы. Задавайте ваши вопросы, обсудим. До новых встреч. Спасибо за внимание.